приветище скриплый голос пропал пиши пропал мы находимся знаешь где о блин начало как спать кто живет на дне океана конечно же я и мои пингвины мы находимся в субнатике ниже нуля здесь наш постройка там какие-то непонятные горы здесь пуск в воду но зачем он нам нужен когда мы можем сделать вот так вот бомбочка и в воду короче цель наших сегодняшних планов нам нужно попасть в рк-8 это артефакт архитекторов и в схрон с телом архитектора схрон с телом так что возможно мы там даже найдем новенькое тело для алана нашего замечательного друга который застрял у нас в голове спасибо мартышка свинец притащил неужели свинец благодарю мне свинец сейчас нужен чтобы сделать еще один дополнительный модуль для морехода а также мне еще необходимо найти еды и воды так что врубаем наш глайдер и погнали погнали собирать водицы здесь может быть свинец нет о серебро данным серебро тоже нужно отлично в пузырик иди сюда иди сюда попсик мой спасибо спасибо сейчас я напьюсь выкачу из тебя всю водицу а еще нужна еда кого схрумкать бы кого бы скоро иди это мой будет пингвин пингвин оставь его это будет мой поймать бы его еще как раз бумеранчика на обед даже два хитрый какое здесь да да чтоб вас надо пистолет какой-нибудь придумать или окошку на ней не кошку а это гарпун о гарпуном все проще будет даже наверное подниматься наверх не буду жрать хочется зайду через задний проход морехода не по так все по на плохие мысли убираем сейчас я это все захрумку и запью давай точи свою рубину и закрывай поднимаемся теперь наверх чтобы сделать компонент проводов у меня же все там в достатке компонент проводов а еще и что-то хотел сделать что я хотел сейчас посмотрим нужные вещички я хотел взять это сто процентов ох уж эти двери там зайди закрой тут пройди закрой так значит я хотел сделать компонент проводов я наконец-то мы сделаем сейчас хранилище для нашего великолепного морехода главное чтобы она не упала на него же приступим к нашей сборке давайте ребятки малышастые мутите мне хранилище до моего мореходика залезу на мореход они как а если я вот сюда подплыву подожди мне на голову упадет что будет больно будет нет хлыбыш я практически видел о я вижу что внутри сколько контейнеров даже заходить не буду так заходим в наш мореход нам нужно будет сейчас оставить здесь куча аккумуляторов и батареек энергоячейки это нам для самого морехода нужны кстати интересно потребление энергии у него увеличивается с количеством прикрепленных нему модулей или нет а чё вылез то мне же теперь припарковаться надо грамотно сейчас даже так 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 где она там а вот она уже упала ну давай задним ходом цепляемся попал нет черт это сложно еще разок сейчас вот я встал прямо за ним разворачиваюсь вот так вот где-то есть зацепил четко пойдем пошастым там о тут просторненько сдал охране лишь то сколько смотри место тут сколько коробочек контейнеров можно все это переименовать дело например на давай вот здесь вот пигулины и всякие пигулины а тут ерунду лины о ладно давай здесь будет у нас и вы где буквы это там не видно ресурсы вот ресурсы значит тут медь всякая титан и кончилось место кончилось давай здесь тоже будет контейнер ресурсы и продолжим его забивать вот так вот лично насчет водички сделаем сейчас водички и едички ну в смысле еды отлично все это сразу же схомячиваем чтобы не занимало место у нас еще кофе есть карман здесь нет кстати кофейного аппарата не нет надо его сюда пришпандорить если будет такая возможность можно сюда кофейный аппарат пожалуйста сейчас я попробую сюда воткнуть кофейный кофейный аппарат где-то тут был не здесь его никак и никуда облом ну и ладно также помимо всего этого я хотел еще сделать знаешь какую штуку крови ловушку которая будет нам ловить весь мусор проплывающий рядом с нашей базой это очень поле вот это метелище нифига не видно дальше своего носа сейчас согреемся с тобой добро пожаловать на борт кептен спасибо для грави ловушки что нам нужно вот батарея медная руда и титан все что в принципе я оставил в мореходе поэтому придется подожди а может быть у меня батарейка вот у меня здесь заряжалась медная руда у меня точно есть титановый слиток да вот пожалуйста все зачем возвращаться на мореход когда у меня все здесь есть было бы на так грави ловушка сейчас я скину с нашей огромной льдины не пусть она ловит нам различный мусор я надеюсь что она будет ловить рыб ну знаешь пузырей вот этих и другую всякую рыбину чтобы я их потом просто подплывал забирал и готовил ну чё грави ловушка готова я запускаю тебя даже вот сюда куда-нибудь на донышко положить хотя не не надо отпустить все давай собирай а сразу же пузырики ништяк вот я сейчас сразу и заберу главное чтоб у нее батарейка не села надо следить за этим как не смотреть батарейки никак ну и ладно чё вроде бы все я думаю что можно отправляться в глубокое плавание в дальнее и глубокое значит первое куда мы плывем братиш прости но я тебя наверное сейчас сразу заготовлю чтобы у меня в руке глазками своими не моргал и водится и в принципе все запас на будущее у нас есть это отлично садимся значит нас в наш мореход в нас в нас а я не хочу садиться в нас мореход который теперь имеет два прикрепленных контейнера если чем их можем скинуть если вдруг нас кто-то будет жрать и плывем значит тысяча метров тысячи ну вот в ближайший значит плывем это rk 8 до которого в прошлый раз мы не доплыли надеюсь а как свет включить можно свет включить свет вот так всяк посветлее будет надеюсь что мы поплывем не через ту территорию где плавают здоровые рыбины с клешнями погоди вон дыра хвост я вижу это чем мы подо льдами точно мы подо льдами максимальная глубина погружения у нас в 300 метров так что мне пока не страшно смотри какие акулы прикольный прикольный а еще вот этот звук мне не очень нравится йог макарёк кальмар обесточил меня засранец а какой засранец вылезти ему что ли паносяру надавать паносяру я потерял метку а вот она слушай ну кальмар это не такое страшное что можно было встретить тут на глубине есть вероятность что мы встретим сейчас еще более страшные всякие штуки но хотелось бы не натыкаться на них потому что иначе я потеряю один из прицепов поблизости обнаружен неактивный вулкан значит там в этом вулкане есть артефакт так 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 я слышу я слышу это трев нам скорее нужно спуститься сюда внимание достигнуто а чёрт 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 так рыбина ты где плаваешь вот она эта рыбина плавает которая может нас сажать в любой момент мы чуть выше поднимаемся и вылазим подожди свет свет блин подавился неудачно фух но спокойно душой теперь направляемся вниз о красные вот эти вот штуки нам нужно собирать и нам потом пригодится рубин называется чет фонарик как-то фигово светит этот артефакт может содержать ценную информацию обрабатываю а так это такой же я помню место где мы можем найти важный компонент для моего тела образ расплывчатый но я уверен что верные суровый ландшафт поверхности холодный опасный в небо устремляются искривленные шпили вот эту штуку надо отсканировать ну все этот артефакт мы нашли проба отборник грунта все ясно мореходик тут нас уже заждался милый мой друган тут тоже плавает орёт засранец но мы уже здесь все так что не включая свет 300 метров нет 30 метров нам не надо плывем к следующему схрон с телом архитектора включаем свет и поплыли по низу пони заплывем аккуратненько чтобы нас не схромкали так а где у нас база то вообще кажется туда а это причал дельты ухты какая рыбка прикольно забавно облабашу и значит ну что где там где там где там артефакт точнее тело тело где-то под нами ой-ой-ой пожалуй я вот сюда куда-нибудь заплыву и что это было что что такое ударил задницы чего-то там ну-ка посмотрю наверное просто камень задел это минус от длинного морехода ахта ухты гляди-ка на базу наткнулся чью-то. Интересно, интересно. А где проход здесь? Она затоплена или она действующая, эта база? Я тут как-то тесно себя чувствую на мореходе длинном таком. Так что давай выйдем. Вот эти штуки можно собрать и все что? Отсканировать точно можно. Кувшинки. Ну давай, отсканем. И будем искать вход. Вход, проход. Ух ты! Да тут у него просады даже есть. Антенник. Зачем он антенник? Его есть можно разве? А, точно, его можно было съедать. Вот и сидим. Забираем все. И тут у нас даже есть ящик с данными. Что в них? Ласт и зарядка. Это очень пригодится. Что-то еще? А тут смотри, что написано. Лаборатория Омеги. Ух ты! Она открыта. А это говорит о том, что тут... Да. Все нафиг разбросано. КПК Альтеры. Ух ты! Что-то могу отсканить. Что у нас тут есть? Что отсканить-то мог? А, вот эту штуку. Что это такое? Подожди. Подожди, 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 подожди. Что-то не понимаю. Что-то могу... А, вот. Фрагмент ядерного реактора. Фу ты, ну ты! Я думал, там какая-то плавает дощечка. Ее отсканить надо. Все, я могу делать теперь ядерный реактор. Шикарно. Это отличнейшая новость для меня. Теперь наш дом будет питаться не только от солнечных батарей, но и от ядерного реактора. Что-то там еще валялось, смотри. Еще одна КПКшечка. Журнал и сообщения. Отчет изучения мутации фирамента. Потом почитаем. Фонарик мне, пожалуйста, включи. А, батарейки сели в глайдере. Батарейк нет. А все батарейки я оставил в мореходе. Пойдем. Заберем батарейки там. Слушай, я что подумал? О, Алан что-то хочет нам сказать. Эта лаборатория выглядит так, будто ее разрушили намеренно. Ты знаешь, для чего она служила? Наверное, для бактериологических исследований. По крайней мере, оборудование служило именно для этого. Пока по нему не прошелся огненный смерч или что-то вроде того. Думаешь, твоя сестра как-то связана с разрушениями? Я не знаю, зачем ей это. Но чем больше я вижу на этой планете, тем меньше я понимаю. Кто захотел бы уничтожить это место? Ну, ребят, не знаю. Нам это предстоит выяснить. Так, я хотел посмотреть фонарик. Что там нужно для фонарик? Потому что постоянно юзить глайдер. Вообще не круто. Батарейка и стекло. Стекло не смогу сделать, к сожалению. Ладно, берем батарейку. А она не тут. А она вот здесь. И заряжаем наш глайдер. Вот и чудно. Возвращаемся в наш лабораториум. Ну, чем ты нас обрадуешь? Что ты нам поведаешь? О, кофейный автомат, пожалуйста. Но не рабочий. Подожди, подожди, что? Виньфам. Комната Виньфамы. О, тут КПК валяется. Давай заберем. КПК Альтеры. Винь рисует. Угу. Что ты тут нарисовал? Живопись в рамке. Блин, картины я больше не буду собирать. Они мне незачем. Такая музыка. Тут страшно так, капец. А, вот, смотри, открытка есть какая-то. Жаль, тебя здесь нет. На открытке написано. Эта комната у нас... Доктор Даниэла Валенти. Тоже отсканим. Что мы тут имеем? КПК где-то должен валяться. Картина планет. Ух ты, интересная штука. Это освежитель воздуха, по-моему. А, нет. Ароматерапия. Лампа для ароматерапии. Взять фотографию. Что на фотке? А, ну вот, кто-то из этих двух. Это доктор... Вот, то, что тут написано. Доктор Валенти. Вот и КПК. Кровать можно отсканить. Ну, давай. Ух ты, нифига себе. Я только сейчас обратил внимание, что тут сверху раздербанили всю лабораторию. Видал? Как будто гранаты подорвали. Ну, да блин, заплывай ты. Я еще не был здесь. Хотя нет, я здесь был, но я не все тут собрал. Вот, КПК есть. Отчет о расследовании лаборатория Омега. И можно отсканить. Что тут можно было отсканить? Во-во-во. Где-то здесь. Стойка. Еще что-то могу отсканить. Сейчас найдем. Композитный горшок. Пойдем теперь в центральную комнату, посмотрим, что здесь. В принципе, здесь я вроде тоже уже все обыскал. Но что-то не все отсканил. Где-то здесь, где-то здесь можно отсканить. Вот этот вот утилизатор ядерных отходов могу отсканировать. О, еще могу отсканить зарядку для ячеек. Энергоячеек. Вроде бы все, и у нас заканчивается кислород. Я думаю, что носим. Мы здесь все обследовали. Погнали. Ну что, я думаю, что мы теперь поплывем знаешь куда? По фонарикам. Посмотрим, куда они нас приведут. Разворачиваемся аккуратно. Вот они, эти фонарики. И они уходят туда вглубь. Ну, пойдем. Ой, блин, ветки. Долбаные ветки. Тяжела жизнь морехода, когда ты с прицепами гоняешь. А, это мы, получается, выплыли из расщелины. Угу. Ну, хорошо. Давай поглубже попробуем спуститься. Вон, там артефакт у нас. О, и тело архитектора где-то лежит. В прошлый раз мы сюда доплывали, но... Я там погиб. Погиб. Потому что потерял обратную дорогу. Все, оставляем наш мореход так. И попробуем в этот раз еще раз туда сплавать. Доплыли. Забираем вот эти штуки. Теперь нужно найти проход вниз. Давай-ка мы с тобой глайдер включим. Карту глайдера. И будем по ней ориентироваться. Вот она, этот проход. То есть нам туда нужно теперь путь. Пополните запас жидкости. Да не до жидкости мне сейчас. Мне бы кислородик кто подкинул. Да, мы уже близко. Еще чуть-чуть. Но с кислородом у нас, конечно, беда. Так, все, надо возвращаться. Пополнить кислород и мы нашли путь. Мы уже близко к нему. Надеюсь, что я успею всплыть и доплыть до нашего морехода. Ну что, попыточка номер два. Погнали. Включаем сразу карту. И вниз. Тут даже на карте видно, что какой-то саркофаг там есть. Вот всем этим делом. Так, куда нам дальше? Вот сюда. Карта меня всегда бесила на глайдере. Она не очень информативная. И вообще все засвечено. Все непонятно. Так, кажется, здесь. Кажется, здесь. Здесь даже вон маячок стоит инопланетный. Спустились глубже. Тут, конечно, нужен очень емкий баллон кислородный. Который вот я собирался собрать. Но, к сожалению, все чертежи нашел. Еще глубже надо спуститься. Ох, блин, как я перезрался. Черт, отпусти меня, засранка. О, кислородный баллон. Но там еще и этот. Забираем. Тут еще и галлюцинатор этот. Нет, не, не, не. Уплываем от него подальше. Подальше, подальше, подальше. Фух. Чуть-чуть он меня зацепил. Совсем чуть-чуть. Ну и слава богу. Мы тут найдем проходик? Нет? Нет, здесь нет прохода. Значит, нам в эту сторону надо плыть. Вот сюда нам надо. Дайте еще кислородный шар. Пожалуйста, пожалуйста, кислородный шар. Ой-ой-ой. Кто это был? Кислородный шарик. Кто тут есть? Вон он, вон он, вон он. Вон, вижу. Да чтоб вас. Делбанные щупальцы. Сейчас я тебя тяну. На глайдере все тяну. Я нашел. Нашел. Схрон тела инопланетян. Блин, а тут нету кислород. Есть! Кислородная подушка есть. Ништяк. Точнее, не подушка, а это. Ну да, тут же подушка. Это что, его тело? Капец, красота какая. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Обалдеть. Надо, короче, сфоткать интруху. Сейчас, подожди. А чьи-то кости здесь, а? Интересные. Компонент архитектора. Что, то есть они тоже были из костей, из мяса раньше сделаны, да? Скелет архитектора. Этот скелет очень плотный. Способен выдержать большие усилия. Хорошая основа для моей новой формы. Ты в порядке, Алан? Я не часто смотрю на форму упавшего архитектора. Это место какой-то иной вид святилища? Тут тихо, даже красиво. По мере распространения бактерий, продолжение жизни стало неопределенным. Это место для раздумий. Думаю, я понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok